МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы стоите в экспертно-консультативном совете при главе республики. Но вот знаете, я вот искал в ваших публикациях к заявлениях и пришел к выводу, что вы о Крыме говорите только в Крыму. Неужели вот эта тема, она на других площадках не актуальна? Или, может, я не знаю, вражеские хакеры, может, блокируют ваши какие-то статьи, публикации? Плохо вы искали, вот что я вам скажу, да? Потому что на самом деле у меня огромное количество эфиров, в первую очередь на радио Вести ФМ, где у меня там 6 часов в неделю передача, 3 часа в понедельник, 3 часа в пятницу. И я говорю про Крым всегда, когда появляется какая-то более или менее интересная возможность, какой-то более-менее интересный повод. Но здесь надо понимать, что, конечно, вот этот пик информационного интереса к Крыму, он пошел вниз, и это, в общем, на самом деле, закономерно, и, может быть, даже хорошо. Потому что вы сами знаете, не хуже меня, что, к сожалению, информационная среда такова, что она реагирует, в первую очередь, на плохое. Вот, на самом деле, чем больше плохого, тем больше информации, тем больше разговоров. Поэтому каких-то острых моментов, таких острых поводов федерального масштаба или там международного масштаба стало меньше, и меньше стало об этом и, так сказать, разговоров. Хотя я везде, где пытаюсь, то есть везде, где есть возможности, когда есть такая возможность, я про Крым говорю. Вот, поэтому вот тут я с вами не согласен. Ну, какие последние наиболее яркие вот ваши заявления, инфоповоды касательно Крыма? А у меня нету таких, знаете, каких-то особенно ярких заявлений. У меня все невероятно яркие, и их так много, что... Скромная сестра таланта, да. Я вел по скайпу передачу на Вести.ФМ, когда я бываю здесь во время своей передачи, я никогда не выпускаю возможность отсюда включиться в федеральный эфир Вести.ФМ и сказать о том, что, во-первых, я в Крыму, по какому я поводу, что происходит в этом контексте. Я рассказал красотой конференции, на которой мне довелось быть, куда приезжают иностранные гости, где создан, кстати, в этот раз координационный совет для работы с иностранцами, то есть они сами будут этим заниматься. Это, во-первых. А во-вторых, по поводу вот этих непонятных выпадов Евросоюза, насчет того, что они, так сказать, собираются какого-то представителя назначить по Крыму или что-то в этом роде, я повторю здесь у вас в эфире, на свою точку зрения, если они это сделают, значит, представители по Крыму надо требовать, чтобы этот представитель приехал сюда и чтобы он здесь открыл офис постоянный. Разговоры о том, что вот вы знаете, Крым мы не признаем, не имеют значения. Многие территории не признаются, многие территории, так сказать, есть даже, где идут вооруженные конфликты, но представители разных международных организаций, включая европейских, приезжают туда, находятся там на постоянной основе, мониторят ситуацию и все, что... Ну, представители бывают разные, например, вот, допустим, у нас была полиция ИРК, да, если я не ошибаюсь, автономной республики Крыма и Севастополя, но почему-то здесь этих патрульных украинских никто не видел. Ну, все-таки украинские патрульные – это особая песня, сами понимаете, да? Но что касается европейцев, вот есть УБСЕ в ДНР, ЛНР, они там присутствуют. Да, к ним есть масса претензий, да, но, по крайней мере, они могут видеть своими глазами. И Евросоюзу хочется сказать, хотите понимать, что здесь происходит? Да, вы считаете эту территорию, так сказать, оккупированной или что-то в этом роде, это ваши проблемы. Вы считаете, что вы не признаете Крым в качестве российского. Хотя, де-факто, это происходит. И чем дальше, тем больше. Но это не означает, что если, что здесь не надо быть, у вас есть представитель, вы хотите его назначить, он должен находиться здесь. Здесь должен быть его офис. Они этого, видимо, от этого будут увеличивать, потому что понимают, что это тоже определенный факт признания частичного, да? Но с нашей стороны надо этого добиваться, я считаю, это было правильно. Сергей, ну вот еще один повод, по которому вы приехали, это уже, наверное, традиционный разговор с главой республики. Если я не ошибаюсь, уже шестой раз вы встречаетесь с Сергеем Аксеновым, обсуждаете наиболее актуальные для Крыма вопросы, да, делаете какой-то разбор полетов за прошедший период времени. Он меняется? Я вот сейчас про Аксенова. Вот его отношения в общении, вот восприятие той или иной проблемы? Ну, мне кажется, он становится глубже. Он становится, так сказать, опытнее. Потому что одно дело 14-й, 15-й или 16-й год, другое дело сейчас, 18-й год, когда уже 5 лет фактически он находится у руля здесь, в Крыму. И я думаю, что и те проблемы, и те успехи, которые есть, они добавляют опыт, а опыт всегда делает человека мудрее. Да, эта мудрость не доставляет большой радости. Чаще всего, знаете, говорят, во многом знании есть многие печали. Но он становится глубже и мудрее, и мне кажется, что вот это главное перемены, которые я у него замечаю. А так вообще он интересный человек. Это не то, что я вот льстить хочу, да, потому что так сложилось. Потому что, на самом деле, сначала, ну, много лет назад мы проявляли интерес к Крыму. Я вообще с ним связан, так сказать, по жизни получилось так. А уже потом случилось все то, что вы знаете, там, передачи и прочее, прочее. То есть это не то, что вот, грубо говоря, это мой личный проект с Аксеновым. Нет, просто мне крайне важно, что происходит в Крыму и раньше, и сейчас. Но я могу сказать, что вам действительно повезло, потому что я во многих регионах российских бывал и знаю много людей в Москве и в регионах. Но Аксенов это явление. Это явление. Во-первых, он достаточно откровенен, открыт. Во-вторых, он имеет свою точку зрения на многие политические вопросы, не боится ее излагать, в том числе в Москве, насколько я это знаю. Он готов отстаивать свою точку зрения, и он это делает, там, где, по крайней мере, ресурсы, возможности ему позволяют. И он остается достаточно открытым человеком. Вот если говорить, Сергей, о других регионах, да, целая череда кадровых изменений произошла в различных субъектах нашей страны. Это и Астраханская область, и Санкт-Петербург, во Владимирской области, да, там, не оппозиционный кандидат, но не отправящие партии кандидат. Ну, можно и так сказать, да, вам виднее, действительно. Вот в некоторых, действительно, других регионах происходят такого рода изменения. А в Крыму стоит ожидать подобного? Ну, насколько я знаю, не стоит, да. Насколько я, как бы, имею по этому поводу какую-то информацию, видимо, изменений подобных ожидать не стоит. Но не потому, что это делается искусственно, а потому, что, мне кажется, Аксенов на своем месте находится. А где ему не быть, как вот во главе республики Крым? И я считаю, что на данный момент это оптимальная кандидатура. Но всегда есть развитие. Вот взять, например, Сирию, да, я не знаю других российских губернаторов, которые туда летали, тем более встречались с Баширом Асадом, может, упустил, опять же, но, тем не менее, значит ли это, что Аксенов выходит на новый уровень международный? Секунду, я про это скажу, но по поводу других регионов, все-таки, знаете, развитие развитию рознь. Бывает такое развитие, которое хуже застоя. Бывает, знаете, такое лекарство, которое страшнее болезни. Так вот, в Крыму реально есть развитие, если сравнивать с 2014 годом. Я знаю, что есть у людей претензии, есть и какие-то люди недовольные, но я знаю, с чем сравнивать и вот в тех регионах российских, где власть провалилась, откровенно скажем, на прошедших региональных выборах, там ситуация была крайне сложная. Крайне сложная, и никакие усилия федерального центра не смогли выправить ситуацию на выборах. Ну, тогда почему вот в Крыму такая текучка кадров? Действительно, у нас есть проблемы с кадрами, да, и судя по тому, что вот происходит реально, вот череда смены даже министров, да, это высокий уровень для республики, это говорит о неподготовленности, может, даже где-то непрофессионализме. Есть разница между вашим, так сказать, лидером вашей республики и большим количеством чиновников, которые находятся на более нижних этажах власти, и которые, действительно, среди которых ротация такая крайне активная, так мягко скажем. Мое личное мнение. Акшенов убежденный человек. Он пришел не из бюрократической машины. Он в 2014 году реально рисковал жизнью. Ну, это факт. Нравится, не нравится, любите его, не любите, это факт. И поэтому у него мотивация несколько иная, чем у многих других чиновников, которые сначала сидели в украинских кабинетах, потом переползли в российские, так сказать, да, и, в общем-то, хотели бы точно так же дальше продолжать вот в таком же стиле делать дела. А в таком стиле при нынешнем внимании Крыму не получится. Ну, вот та же федеральная целевая программа. Огромные деньги. Задачи поставлены невероятные. Ничего подобного за предыдущие 30 лет в Крыму не было. С этим надо работать, уметь работать. А работать уметь не хочется. Есть люди, которые просто не хотят ничего делать. Они хотят, чтобы жизнь под них прогнулась. Не они станут соответствовать тем задачам масштабным, которые есть, а чтобы вот, значит, эти задачи завести на себя, на свое вот это вот пыльное мировоззрение, там, моя свиня, моя сарайка, мой магазинчик, так сказать, мой общественный туалетик, где я собираю деньги и прочее, прочее. Вот, а не себя переменить под это дело. Это, между прочим, признак вот отсутствия широты горизонта. То есть вы не политик в этом случае. Вы должны понять, что вы живете в таком историческом процессе. Вам надо себя изменить, если вы хотите в этом процессе поучаствовать. Это первое. И второе. Есть те, то есть это вот, я сказал, те, которые не хотят. Или у них такой бэкграунд, что они прошлое, что они не могут исправиться. А есть те, которые хотят, да не могут, потому что квалификации не хватает. Потому что, еще раз говорю, такого масштаба задачи, которые там поставлены, они, их выполнять крайне сложно. Не думайте, что это проблемы только крымчан. Здесь вот с материка тоже многие приезжают люди и тоже не могут справиться. Почему? Потому что им казалось, что они там сейчас соскочатся своих мест. Сюда приедут и здесь как-нибудь раз так все так тяп-ляп сделают. А не получится. И не получается у многих. Но есть и те, Сергей, есть и те, которые даже попросту не хотят приезжать. Да, вот, насколько я знаю, есть мнение, что многие из тех, кому предлагали определенные должности в Крыму, они попросту не едут из-за того, что, ну, аргументируют, да, там, зарплаты высокие или действительно работать нужно. Да, или ответственность большая. Да, да, конечно. Ну, во-первых, что касается, опять же, людей с материка, но первое и главное, если вы говорите о госчиновниках, то чиновник среднего звена, ну, и даже чуть выше среднего, это очень небольшая официальная зарплата, да. То есть почему тоже чехарда? Люди идут на официальную зарплату. Для чего? Для того, чтобы потом выстроить себе... Для того, чтобы попасть в тюрьму потом. Абсолютно. У нас есть яркие примеры, да. Попасть в тюрьму в том числе. Они думают так, ладно, хорошо, сяду я на эту должность, здесь зарплата копеечная, но я выстрою сейчас себе, вокруг себя такую схему, которая позволит мне с этого дела кормиться. Это, кстати, вопрос тоже концептуальный, который сколько лет мы живем, столько обсуждается. Что надо сделать? Очень большую зарплату чиновнику, для того, чтобы не воровал. Или наоборот, как бы понизить им зарплату, чтобы он знал, что он как все. Потому что люди-то говорят, вот чиновники много получают, они должны быть как все. Вот их делают как все, они начинают воровать. Вот, я думаю, что здесь, кстати, концептуальная проблема. Нужна некая система бонусов, которая каким-то будет образом напрямую связана с результатом работы. Чтобы результат работы чиновников, ну, скажем, есть базовая ставка, она невысокая. А дальше от результата вашей работы, чиновника, да, госслужащего, зависит прибавки к вашей зарплате, чтобы ты работал на ее увеличение. Вот, но есть те, да, есть те, так сказать, кто сюда не едет, просто потому что понимает, что это очень, очень неденежно. Есть те, кто боится ответственности, потому что понятно, что здесь за некоторые вещи спрашивают строже. Тот же самый Аксенов, понимаете? Он крайне активен, и все видят, что, в принципе, и замов сажают, и министры, так сказать, летят как свечки. И человек, который там привык где-то там тоже у себя там какие-то серые дела разводить, не думает, зачем я туда поеду, чтобы меня посадили. Ну, вот сравнивая, опять же, с другими субъектами Российской Федерации, да, там более устоявшаяся картина, есть какие-то кланы, наверное, политические, да, какая-то вот борьба межелитная. А Крыму характерна вот эта межелитная политическая борьба? Я не считаю, что я так хорошо знаю все, что происходит в Крыму, хотя я, наверное, знаю это лучше, чем средний, так сказать, московский эксперт или человек из политического круга. Вот на мой личный взгляд, я вам скажу то, что я считаю, и мне кажется, это одна из главных проблем Крыма. Пока решаются вопросы на уровне федеральном, и на уровне Аксенова и, так сказать, его команды из числа министров и прочее, прочее, дело идет. Как только оно спускается на уровень муниципалитетов, как только оно спускается на уровень городов, такое впечатление, что оно тонет в болоте. И вот за эти пять лет можно там десятки проектов насчитать, которые затормозились именно на уровне городов, поселков, районов и так далее. Почему? Потому что спускаясь вниз, они натыкаются вот на это то самое кадровое болото, которое вообще ничего делать не хочет или не может. Это только в Крыму или в целом по России? Пока я про Крым говорю, да, как бы, не хочет или не может, а еще больше настолько привыкла за вот эти там 30 лет заниматься только тем, чтобы складывать свой карман. И вот я просто это знаю, не буду говорить фамилии там или места. Приходит какой-то проект, приходят деньги, но видно, что это упирается в частные интересы людей, которых там сидят десятилетиями, и все. Что, а вот это мой магазинчик, а вот это моя кафешка, а вот это моего зятя, так сказать, деверя, снохи, общественный туалетик, вот это мой царайщик, так сказать, и прочее, прочее. Вот мою сарайку не трогай. В целом-то вы давайте там это, запускайте корабли космические по большому театру, парапорт построили, молодцы, мост, во. А вот к моей сарайке не подходите. Людей можно понять чисто эмоционально, но надо понять и то, что вот при таком подходе любое большое дело утонет. Мне кажется, это вот реальная проблема. Вы спросили про другие регионы. В других регионах это тоже есть, но со своей спецификой. Здесь все-таки наслоилось, опять же, безобидно вот этот вот 30-летний опыт функционирования в украинском бюрократическом пространстве, потому что оно все-таки устроено по-другому. Кстати говоря, не все в украинском опыте было абсолютно плохо. Давайте не будем здесь вот тоже демонизировать эти вещи, потому что я, на самом деле, объективно на многие вещи смотрю, в том числе на Украине, в России и прочее, было что-то, что, может быть, даже можно было бы оставить. Может быть, я лично считаю, что переходный период для Крыма надо было сделать дольше. Я считаю, что правительство зря его сократило. Это искусственное было сокращение. Но это формальность, по факту он длился дольше. Ну, понятно, он и сейчас по факту где-то длится. Но в целом, конечно, вот эта бюрократическая практика, насквозь коррумпированная, которая в украинское время сложилась, она тормозит работу мозгов. Это объективно так. Сергей, вот не зря про Украину вспомнили. У меня как раз следующий вопрос. Санкции в отношении Украины Россия недавно вела. Столько ждали, наконец, вела. Почему именно сейчас? Это хороший вопрос. И это вопрос, который лично я задавал неоднократно, и в том числе в формате всевозможных федеральных средств массовой информации. Я считаю, что мы вообще действуем не слишком наступательно. Не только в отношении Украины, но и по многим дорогим внешнеполитическим вопросам тоже, чтобы ни у кого не складывалось мнение, что мы вот только льем елей, это вовсе не так. Я считаю, что у нас есть серьезнейшие проблемы и в внутренней политике, и в экономике, и даже во внешней политике, с которой я в основном согласен с внешнеполитическими вещами. Но наступательности не хватает, не хватает жесткости, не хватает напора. И в результате мы теряем инициативу. Я считаю, что 14-й год, значит, Крым, крымская история, все, что связано с Донбассом, это был явный всплеск патриотического чувства, вот то, что называлось крымским консенсусом, могло иметь гораздо более серьезный эффект в масштабах всей страны. Последние два-три года зависли. Зависли, значит, давайте мы не будем сильно, так сказать, дергаться, а вдруг что-нибудь изменится. Я считаю, что это связано, вернее, не я считаю, я точно знаю. Это связано с незаметным, но явным противоречием и такой борьбой внутри российской правящей элиты. Часть этой элиты, давайте называть вещи своими именами, борется за суверенитет страны. А другая часть убеждает под разными экономическими предлогами, что суверенитет – это вообще пережиток. И вообще нам все это не нужно. Все это что-то, какой-то суверенитет, сильная армия, Крым, помощь Донбассу, все это не нужно. Не нужно, потому что главные бабки, грубо говоря, главные деньги. Вот надо деньги, а что надо, чтобы деньги? А надо вот все-таки занять то место, которое нам мировая финансовая элита говорит. Вот ваше место, 132-е, вот там и стойте. Есть люди, которые, в том числе в финансовом блоке правительства, которые убеждены в том, что именно так и надо делать. Это реальный совершенно конфликт, и здесь никто его не скрывает. Ну, вернее, как я, по крайней мере, скрывать его не хочу. Сергей, ну вот суверенитет не нужен, а свобода слова. Прошу прощения, прошу прощения. Но, тем не менее, все-таки мы подошли, наконец, к тому, чтобы вот эти санкции в отношении Украины ввести. А что еще это тормозит? Частные интересы. Частные интересы тех людей, которые торгуют с Украиной, частные интересы тех людей, которые зарабатывают на этих схемах деньги. И это очевидно. Ну, Россия за первое полугодие текущего года оказалась крупнейшим инвестором. Да, если я не ошибаюсь, там треть инвестиций, это непосредственно с Россией. Но все-таки суверенитет не нужен, а свобода слова, она нужна. Вот вы часто и участник различных ток-шоу. Ваше мнение, свобода слова, да или нет? Свобода слова по-американски нет. Не нужна. Во-первых, суверенитет все-таки нужен. Я надеюсь, и вам, мне точно совершенно нужен. Я говорю о том суверенитете, о котором говорили вы. Да, да, вот. Но что касается свободы слова, я считаю, что, понимаете, наше общество все-таки, оно более традиционно, чем та модель, которую нам пытаются навязать под лозунгом свободы слова. Обсуждать проблемы, да. Обсуждать конфликты, да. Обсуждать конкретных людей даже, независимо от их положения, да, несомненно. Но внедрять под видом свободу слова в общество, знаете, всевозможного рода саморазрушительные какие-то, так сказать, модели. Ну, например, Сергей, вы же сами достаточно резко высказываетесь в ток-шоу, да. Какие модели, вот о чем мы говорим? Что можно, что нельзя с вашей точки зрения, да, вот, если мы говорим о понятии свобода слова. Если свобода слова, она, наверное, всеобъемлющая? Ну, сначала я скажу, нет, вот, понимаете, свобода, в философском понятии, свобода не может быть всеобъемлющей, потому что всеобъемлющая свобода – это хаос, это разрушение. Полная свобода – это когда атомы распадаются, вот, и становятся абсолютно свободными. То есть, грубо говоря, полная свобода – это абсолютное разрушение, это философская, так сказать, истина, которая у многих философов совершенно однозначно просматривается, но смысл не в философах, да, тут мне философский факультет вредит, да, а смысл в том, что это действительно так. Так вот, как раз свобода, ограниченная оптимальной моделью, присущей, органично принимаемой тем или иным обществом – вот это то, что нужно. То есть, грубо говоря, абсолютный застой, как и абсолютная свобода – это две крайности, которые смыкаются, они разрушают друг друга, да, поэтому здесь наша задача найти приемлемую для нас модель. Пока все постсоветские годы, что мы делаем, мы тупо копируем, так сказать, снимаем кальку с чужого опыта, причем иногда даже не с опыта, а иногда с того, знаете, экспортного варианта якобы демократии или якобы свободы слова, который даже те же американцы у себя не применяют, или те же европейцы у себя не применяют, а отправляют на экспорт другим для того, чтобы манипулировать их мнением. И вот совершенно конкретный пример. Ну, во-первых, у нас, несомненно, более традиционное общество, чем и в Штатах, и во многих странах Западной Европы. Есть абсолютно святые для подавляющего большинства людей вещи. Вот глумиться над ними не надо – это Великая Отечественная война, это многие вещи в нашей истории, это семейные ценности, это отношение к предкам, к нашим родителям, ну и многое другое. Продолжайте тот ряд, который у каждого в сердце находится. Вот не надо глумиться над этими вещами под видом свободы слова. Потому что это не свобода слова, это подлость, это первое. Второе, что касается ток-шоу, в которых я участвую, если вы думаете, что я очень счастлив от тех людей, которые я встречаю там, так и нет. А вот поговариваю, что за участие в таких ток-шоу платят. Вот вам, например, платят. Это сейчас свобода слова с моей стороны спрашивать? Ну, вы можете спрашивать, вы можете спрашивать. У меня есть договор с радио, вот я работаю на радио, так сказать, да там за эти ток-шоу я получаю деньги, да, из бюджета, это так. Но ток-шоу, которые, так сказать, идут в эфире, нет, они бесплатные. Мы вам ничего не платили, это я знаю наверняка. Вот это очень жалко, это самое. Ну, так вот. Ну, Крым регион пока не богатый, поэтому. И далеко не все люди, которые там участвуют в этих вещах, они что-то получают, так сказать. Кто-то что-то получает, короче, за отдельные форматы платят, за отдельные форматы не платят. Есть, так сказать, ситуации, при которых это совершенно бесплатно на протяжении многих лет. Я просто, важная вещь про ток-шоу, важная вещь. Вот смотрите, я считаю, что, хотя я в них участвую, я считаю, что в этих ток-шоу слишком много свободы. Выступают люди, которые с экрана поливают грязью вот именно эти святые вещи. Таким образом, мне кажется, оскорбляя зрителей, оскорбляя зрителей и вынуждая таких, как я, тоже опускаться в ответное оскорбление. Оскорбляя той постановкой вопроса, которую они делают. Поэтому некоторые СМИ называют вас наемником времени и новым проповедником ненависти. Ну, я... Это какие СМИ конкретно? Я не выписывал конкретные. Телеканал Дождь или Эхо Москвы, я считаю, что они сами проповедники ненависти. Ненависть я не проповедую, я как раз всегда говорю о том, что ненависть разрушает. Нам нужны созидательные вещи. А вот, кстати говоря, как раз вот мода средств массовой информации. В любом случае порождать максимальный конфликт, вот она и разрушает. Потому что мне приходится реагировать на эти вещи. Я совершенно не счастлив от того, что мне приходится, так сказать, с людьми вступать в какие-то крайне резкие перепалки. Но это вызвано тем, что они говорят такие вещи, которые у каждого нормального человека в нашей стране вызывают желание ударить, как минимум. Потому что я общаюсь со зрителями, слушателями, они мне пишут, и они говорят, а как у вас терпения хватает? Но на самом деле терпения иногда не хватает. Так вот, я думаю, что на самом деле наши СМИ очень часто заигрываются в скандал. Ну, давайте скажем честно, иногда скандал просто провоцируется. Сергей, а вот здесь вопрос, я хотел бы уточнить. Вот на примере керченской трагедии, где были показаны кадры непосредственно с места событий, кадры достаточно откровенные и жесткие. То, что на телевидении показывать нельзя, просто запрещено законом это показывать. Не замылены. Показывали в интернете, показывали блогеры. А может, ноги оттуда растут? Вот как конкурировать, допустим, с блогерами за аудиторию? А может, стоит их ограничить? Отчасти вы правы, отчасти нет. Почему? Потому что скандал как средство повышения рейтинга и, соответственно, роста рекламных бюджетов на телевидении появился гораздо раньше, чем появился интернет. И это модель, в первую очередь, американского телевидения. Мы ее скопировали и вот развиваем. Это первое. Второе. Но то, что интернет наступает на пятки телевидению, поэтому телевидение пытается быть скандальнее, пытается быть развязнее, это точно. Конечно, к сожалению, это действительно так. Но, опять же, тут штука такая. Ну и что, что кто-то делает? Надо же иметь какие-то внутренние рамки, какие-то ограничения, совесть, в конце концов, какие-то морально-нравственные устои, для того, чтобы понимать, что да, вот кто-то это делает. Но не обязательно гнаться за каждым подонком, который наберет там эти лайки в интернете, для того, чтобы стать таким же, как он. Ведь кто-то должен задавать правильную планку, кто-то должен задавать правильный тон разговора. Если этого не будем делать мы, тогда мы все просто превратимся в зоопарк. Что касается ограничений интернета, я уверен, что с ним надо работать жестче. Уверен, потому что через него идет прямая работа по разрушению мозгов, в первую очередь, молодого поколения здесь, у нас, сейчас. И вот керченская трагедия, на мой взгляд, прямое этому доказательство. Сергей, вопрос из рубрики «не в тему», на которую задать надо, да? Крым поменяет на Косово? Я имею в виду признание. Нет, конечно. Нет. Что касается признания, я говорил об этом еще и в 2014, и в 2015 году. Нам не нужно от них такое признание, за которое надо заплатить чем-то жизненно важным для нас. Это первое. Второе. Мы не нуждаемся в том, чтобы они нам выписали справку с разрешением жить. Не нуждаемся. Я считаю, как раз, что в нашей внешней политике, я об этом уже говорил, не хватает вот именно такой наступательности. Мы теряем инициативу. Мы ждем от них разрешений. Нам разрешения этих не нужно. Что нам нужно? Вы вот говорили, что нужно, чтобы все страны ввели санкции сразу, да? Что касается Крыма, секунду. Что касается Крыма, нужно пробивать де-факто его признание. И это, то есть, грубо говоря, налаживать связи. Это будет работать. Это во-первых. Сергей, а зачем? Вот объясните мне, как крымчане, на 2014 год, секунду, 2014 год, крымчане сделали свой выбор. Вы сомневаетесь в том, что он легитимен? Нет, я не сомневаюсь. И я не сомневаюсь. Зачем нам кому-то что-то доказывать? Я об этом говорю, что доказывать никому не надо с точки зрения получения юридического разрешения. Они этим пользуются. Они чувствуют, что для части нашей элиты, возвращаемся к тезису, который я перед этим, эта борьба действительно внутри существует. И есть часть нашей элиты в России, в Москве конкретно, которая на самом деле крайне беспокоена вот этим конфликтом с Западом и хочет чувствовать себя легитимной только тогда, когда получает одобрение Запада. Это, между прочим, родовая травма 1991 года. Ельцин, развалив Советский Союз, куда в первую очередь обратился? Позвонил в Вашингтон. Он понимал, что ему надо переться на тот центр, на внешний центр легитимации, иначе все это дело разрушится. Вот, к сожалению, мы не пережили это полностью. Но по поводу Крыма, зачем нам нужны связи деловые? Для того, чтобы крымчанам были заказы, чтобы была работа, чтобы ходили туда-сюда товары, чтобы жизнь кипела, а не за тем, чтобы добиваться от них разрешения на то, чтобы жить. Сергей, спасибо. Надеюсь, что каждый будет иметь возможность говорить то, что думает, но все-таки думать, прежде чем говорить. Я благодарю Вас за беседу, зрителей за внимание. Встретимся завтра в это же время в прямом эфире и обсудим то, что обсудим. Субтитры сделал DimaTorzok